Без обмана в картах никуда. Хоть и не особо была знакома с покером, но про карточных шулеров я уже слышала. Мой план удался. Всем привет! Вы на канале Дивплей. И сегодня мы будем продолжать проходить мою реальность. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Не забываем подписаться на мою телегу и вступить в мой дискорд. Ссылки в описании под видео. Ну и погнали! И когда ты только успела всё это наготовить? Рано утром. И здесь не всё моё. Часть мы купили. Фастфуд брал Крайв. Не скромничай, ты всё равно большая молодец. Спасибо, Лисик. Раз уж мы все расположились, может быть обсудим нашу проблему. А может мы нормально поедим, а потом поговорим на эту тему? Просто дай нам насладиться моментом. Ладно, ладно, как скажете. Может хоть поиграем во что-нибудь? Сука, жри просто. Просто жри. Молча. Поиграть во время еды? Это во что же? Ну, допустим, кто кому... Кусок чё там... Кусок мяса в рот заплюнет. Чё, прикольная игра. Хе-хе. Можем поиграть в города, называть город на последнюю букву предыдущего. Можно и так... Можно так и есть и играть. Почему бы и нет? Согласна. Все утверд... Все утвердительно кивнули. Даже Вильям лениво качнул головой, поедая дольки апельсина. Тогда я начну. Я оказалась самым настоящим профаном. Неудивительно, ведь географию мне доводилось прогуливать часто. Преподавательница жалела меня и ставила хоть и низкий, но проходной бал. Когда очередь доходила до меня, мне лишь умоляюще приходилось ждать подсказок со стороны Клайва. Иногда мне подсказывал Вильям, иногда и Ханна. В конце концов, я вышла из игры и лишь стала наблюдателем, стараясь запомнить самое причудливое название городов. Среди этой компании я начинаю себя чувствовать тупой. Только среди этой? Клайв заметил мой поникший вид и решил прекратить игру. Хм, может начнем игру, в которой все зависит от вашей удачи, а не знаний. Это что, намек на мою глупость? Эм, нет, я просто... Да все хорошо, Клайв, я же просто сама над собой подшутила. А что за игра? Клайв хитро улыбнулся и достал колоду карт из кармана. Как насчет игры в покер? Кто-нибудь знает правила? Я знаю. А мы нет. Сейчас быстро вас научим, ха! А на что играть будем? Просто так? Хм, а что, просто так нельзя? На интерес, например? На интерес будет неинтересно. Шутник высшего ранга, тащите ему медаль. Хм, а как насчет конфет? Сейчас распределим их поровно и потом будем делать ставки. Хик, ставки зачем? Сейчас я вам все объясню. Следующие десять минут мы провели в мини-лекции по простейшему покеру. Слушали мы внимательно, чтобы ни в коем случае не упустить важных моментов. Ну что, поняли общую суть? Надеемся, что да. Тогда погнали пробную партию. Ну, держись, тут-то я тебе задам. Я тоже не собираюсь проигрывать, врррр. Делайте ставку, что ли? Это пробная. Пусть ставка будет в одну конфету. Боишься проиграть? Ха! Я ставлю десять... Десять конфет. Вильям Лешли не вахмыкнул и тут же бросил в банк десять конфеток. При том, что у каждого из нас было по двадцать. Эх, рискованно, ну и черт с ним. Начинаем! Ох, черт, ну и что это за карты такие? Даже пары нет. Первую партию я с треском проиграла. Но зато во второй раз смогла отыграться. Победа и поражение шли череда за чередой, сменяясь различными шутками, смехом и спорами. В этом прекрасном порыве я впервые почувствовала, что очень хочу жить. Очень хочу... Спокойная и почти добрая мачеха. Нормальная еда, друзья, клайв. Свобода и простота в действиях. Это та жизнь, в которой я хочу жить, в которой я хочу остаться. Останавливайся мгновение, ты прекрасна. Вот и все, у меня стрит, Олеса. Мне тебя жаль, но конфеты достаются мне. Это была, по сути, последняя игра. Хана и Вильям остались без конфет уже две игры назад. У меня оставалось лишь десять, что стали моей ставкой. Гора сладостей возвышалась над клайвом. Может, перед клайвом. В процессе игры он превратился в настоящего маньяка, не знающего пощады. Ух, садюга! Но все это время я только работала на отвлечении внимания, то строя глазки, то незаметно прогибаясь вперед, чтобы его взор падал на мою грудь. Без обмана в картах никуда. Хоть и не особо была знакома с покером, но про карточных шулеров я уже слышала. Мой план удался. Я уломала клайва поставить на окон все, что у него есть. Он был слишком уверен в своей победе. Ну что, Олеса, пасуешь? Лисик, не сдавайся, пручи клайва, а то его лицо слишком раздулось от гордости. Давай и глядишь, что лопнет. Даже не знаю, получится ли у меня, но я попробую. У меня нет ни одной пары, ни тройки, ни даже кара. Но, возможно, эта комбинация чего-то стоит? Я медленно положила на стол десятку пик. За ней последовал Джокер. Лицо клайва вытянулось в недоумении. Что это может значить? Когда он увидел даму пик, он занервничал. После дамы последовал король пик. Нет, да не может быть такого! Ты что, прикалываешься? Я насмешливо отправила в полет последнюю карту. Когда она приземлилась на плед, все ахнули. Это был туз пик. Лаш рояль, Олеса выиграла. Клайва же раскрыл рот от удивления. А что, как, почему? Подожди, нельзя, нельзя! Да не может быть такого, да как? Смирись, Клай, тебя уделал Олесик. Хи-хи! Клайв насопленно повернулся к Ханне. А вы раньше ее проиграли, так что не возникайте. А я вовсе покатывала из соцсмеху лежа на пледе. Лицо Клайва в момент, когда он осознал проигрыш, было просто бесценно. А про мой маленький шулерский обман я ему говорить не буду. Но покер однозначно станет моей любимой карточной игрой. Эх, Олеса, я бы и так тебе конфеты все отдал. Не ожидал я, что ты сможешь выиграть. Зато я тебе показала, что хоть на что-то гожусь. Мы собрали карты и убрали их в сторону, и немного прибрались на пледе. Обжора мы практически умели большую честь еды. Для ланча у нас осталось не так много, но должно хватить. А теперь, когда мы наелись, напились и наигрались, предлагаю перейти к более важным вещам. А именно, обсудить дальнейший план действий. Сначала выскажусь я, а затем девушки внимательно выслушают предложения, предположения и домыслы Клайва. После этого нам придется решить, что мы будем предпринимать. Ну вот. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Итак, что мы имеем на текущий момент? Мы заперты или застряли во временной петле, длительность которой чуть превышает несколько месяцев. Смерть любого из нас приводит к сбросу в начало, которая находится в январе. Я единственный, кто сохраняет память, вы все ее теряете при любом раскладе. Даже если вас ввести в курс происходящего. Помимо прочего, существует некая аномалия. Назначение которой неизвестно. Однако, в этом фрагменте я впервые узнаю, что Алиса через эту аномалию уже несколько раз предсказывала что-то вроде событий будущего. Это наталкивает на мысль, что аномалия действует на нас по-разному. Что касается вчерашнего, так это самый настоящий нонсенс. Я впервые с таким столкнулся. Массовое зависание людей. Аномалия бывает спонтанной и случайной. А зависание людей могут произойти, сами знаете почему. То есть, по сути, они никак не связаны. Это мы уже знаем, вывод-то здесь какой. Хорошего в этом мало, но, судя по всему, аномалия влияет на временную петлю, в которой мы находимся. Мне кажется, это и так очевидно. Да, вот только моя мысль вам не понравится. Среди всей этой спонтанности в аномалии иногда проскакивает ощущение целенаправленности. Будто нечто извне вмешивается в нужный момент. Хоть для нас это и кажется абсолютно беспричинным. В общем, мои плохие мысли сводятся к тому, что аномалия кем-то или чем-то управляется. В этом у меня почему-то уже не остаётся сомнений. А ещё видение Алисы сквозь аномалию. Я раньше думал, что так влияет отправка сообщений, но нет. На Хана оно никак не влияло. Да и на Клайва тоже, а вот на тебя... Я лишь поёжилась от этих мыслей. Словом, мы один сплошный эксперимент. Так получается. Или как? Вильям покачал головой. Здесь у меня предположений нет. Это может быть что угодно. Подытоживая мои мысли, хочу кое в чём признаться. Он тяжело вздохнул и с трудом поднял на нас глаза. Я не очень-то и верю, что нам удастся спастись в этом фрагменте. Рано или поздно нас настигнет или смерть, или вмешается аномалия. Я до сих пор удивлён, что мы ещё живы. Я немного соврал вам, что хорошо себя чувствую. На самом деле, мне очень хотелось спать, что я засыпал... Мне очень хотелось спать, что я засыпал за рулём. Ты серьёзно? Ты же мог погубить нас? Мог, но аварии не случилось. Наталкивает нам о сальне, так ли? Что от наших действий мало что зависит. Есть некий план или судьба, который... Которая подстроится под любую реальность. И быть может, что сегодня наш последний день. Завтра я снова проснусь в январе и всё начнётся сначала. А что ты можешь нам предложить? Идеи у меня практически нет, разве что только одна. Нужно каким-то образом сделать так, чтобы ваша память сохранилась при возврате. Постарайтесь вспомнить прошлые жизни. Если их так можно назвать. Не думаю, что это возможно, Вилли. За столько времени... За столько времени ни один из нас об этом не вспоминал. Только частичками кошмарных снов, быть может. Но это только капля в море. Вспомнить столько смерти и прожитых жизней. Когда ты нам всё рассказывал в кабинете школы, я кое-что и вправду вспомнила. Но этого недостаточно. Разве ты не рассказывал нам об этом в прошлых фрагментах? Рассказывал. Как видишь, это нам не помогло. Я лишь не строю... Не строю себе призрачных иллюзий. Только и всего. В таком случае, давайте выслушаем Клайва. В общих чертах он уже успел со мной поговорить утром. Но теперь давайте выслушаем его всё вместе. Даже мне стало интересно, что же такого мог нарыть Клайв. Что ж, с чего бы начать? Разговор с твоим дядей. Начни с него. Ладно. Клайв протянул нам листок из газеты и ткнул пальцем на одну из стыдей. Запуск суперкомпьютера? Тх, и что тут такого? Я в таких вещах мало что понимаю. Я разговаривал дядю и стал осторожно расспрашивать его о том, чем занимается их корпорация. И занимаются они много чем. Даже научными открытиями. С ними сотрудничает множество исследовательских институтов. В том числе есть ТАРН. В их числе их есть ТАРН. А чего? Крупнейший исследовательский институт, занимающийся изучением элементарных частиц и квантовых состояний. И что с того? Ах да, кажется они занимаются еще и исследованиями путешествий во времени. Да! А вот это уже и вправду интересно. И что ты думаешь? Я пока практически ничего не думаю. Ну а кое-какие мысли у меня возникли после рассказа Эда. Клайв поведал нам о ситуации, которая возникла в научном отделе корпорации. Привезенные животные на опыты, затем увоз контейнеров с предполагаемыми остатками животных, останками животных, под знаком биологической опасности. Я не совсем поняла, а при чем тут эта статья? Ах да, дело-то вот в чем. В статье утверждается, что в скором времени ожидается запуск этого АЛОМ. А Эд утверждает, что его уже запускали в момент эксперимента с животными. И вот тут вслушайтесь внимательно, давай по порядку. Все бы ничего. Только вот эксперименты и предполагаемый запуск АЛОМ были в декабре. Или в конце декабря. А Вильям и мы при сбросе возвращаемся в январь. Совпадение? Это первая странность. А вторая заключается в том, что на эксперименте запуске присутствовала группа ученых из ТЕРН. Ну и кое-что еще. Осторожно поговорив с дядей, я кое-что выяснил про АЛОМ. Сам компьютер может только решать различные научные задачи. Проверять гипотезы и теории. Но даже сам Эдвард не имел высокого уровня допуска в научном отделе. Так что никто не знает, что еще у них есть, помимо суперкомпьютеров. Хотя это мне сказал, что в каком-то смысле даже сейчас путешествия во времени могут быть возможно. Только вот не с участием людей. Клайв вытащил телефон и стал показывать нам снимки чего-то телефона, на котором можно было увидеть электронные письма. Помимо всего прочего, дядя забыл забрать телефон с кухни, когда отправился спать. В самой рабочей переписке нет ничего особенного, но когда я решил заглянуть в архивные, откопал много чего интересного. Взгляните сюда. Он приблизил изображение одного из снимков и мы стали учитываться. Если вы получили данное сообщение по ошибке, сообщите руководителю отдела того сектора, в котором вы работаете. Доводим до сведения персонала уровня допуска 0-4, что в результате инцидента, датированным 12-19 в блоках С-3. Ну это 19 декабря, я так полагаю. В блоках С-3 и С-4 возникла разгерметизация с последующей гибелью всех экспериментальных образцов. Причины инцидента до конца не установлены. Предположительно, это могут быть последствия по разгону. Обращаем ваше внимание, что необходимо немедленно проверить состояние выданных вам по следующим отчетам о замеченных изменениях в После проведенных испытаний электроника в блоках С-1 и С-2 может вызвать сбои в сети и работе внутренней электронной почты. Также обращаем ваше внимание, что все проведенные испытания с АЛОМ-1 1 или Ай Наверное Ай Прекращаются до установления причин возникновения точечного каскадного резонанса. При воз... Каскадный резонанс это что-то из Халва. При возникновении странных явлений вокруг вас или в пространстве немедленно доложить об этом административному персоналу с уровнем допуска 5 Возможно, что это письмо и вправду попало к дяде по ошибке У него был уровень допуска 0.3, а письмо для 0.4 Но самое примечательное не это, а тот самый инцидент. Взгляните на дату 19 декабря К тому же тут упоминается об испытаниях АЛОМ-1 Видимо, это он и есть Я не понимаю, что вы пытаетесь этим доказать? Испытания суперкомпьютера как-то связаны с нашим застреванием в петле? Конечно, это уже очевидно и понятно Но вот окончательный ответ узнаем уже в следующий раз А сегодня на этом будем заканчивать Так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok